странный народ в россии вот кто-то нас критикует там из-за кордона про нашу коррупцию продажность лень безалаберность разгильдяйство про то что у нас взяточное существо и это может привести ну вот например как недавно к смерти детей и мы таких людей ненавидим мы ненавидим их потому что они клевещут на нашу родину а кто-то окунает нас вообще вот в говно совершенно не по делу ну как например недавно почивший в бозе сильвестр рэмбович столом на он сначала в одной серии убивал советских солдат а потом в другой серии вообще так куролесил надо сказать показывала русских офицеров солдат как просто упырей каких-то плел там про я не знаю матрешки нашпигованной взрывчаткой это все сделалось для того чтобы афганским детям отрывать руки и ноги ну то есть работал как заправский геббельс и что в итоге в итоге мы его любим любим настолько что даже ему была устроена персональная выставка в инженерном замке это простите на секундочку филиал русского музея если вы не в курсе сильвестр рэмбович столом и был еще и великим художником впрочем у меня был об этом отдельный выпуск и я даже размещу к ссылочку в описании под этим видео потому что уверен многие даже и не видели вот такая она загадочная русская душа мое детство прошло под эгидой киплинга ну конечно не только его но конкретно его рассказы занимали очень существенную часть моего детства и моей юности но начиналось все с книжек которые мне мама читала на ночь потом была совершенно потрясающая пластинка с аудиоспектаклем кстати в переводе чуковского и вот на проигрыватели бега я ее слушал и просто ужасался от этих вот злых замыслов проклятых змей это потом я выяснил что кобра вообще-то символ индии и уничтожать ее но все равно что уничтожать вот наших медведей и вообще даже прочитал что собственно вот этих мангустов англичане то и разводили чтобы с этими кобрами бороться ну а маугли это вообще наше все ну помните этот мультик человеческий детеныш идите ко мне бандерлоги можно знаете что сказать можно сказать в конце идите ко мне бандерлоги все те мемы которыми была наполнена школьная пара а потом была другая пора изучения английского языка самостоятельно и прикупил я тогда еще диск под названием seven ages он был прекрасен тем что являл собой антологию английской американской поэзии которую читали великолепнейшие английские актеры вот правильно с разными вот своими такими акцентами и до сих пор меня в ушах звучит стихотворение прочитанное майклом кейном под названием if это одно из самых в общем гениальных наверное стихотворений в принципе которые были написаны за всю историю человечества и где-то я читал когда изучал историю французского сопротивления инициаторами которого кстати были русские евреи о том что с приколачивания этого стихотворения на двери музея человека но это сопротивление началось оттуда собственно ну вот этот вот акт он был одним из первых шагов вообще к формированию к началу этого самого французского сопротивления вот такую силу имела данное стихотворение кто бы мне сказал что киплинг судьба которого кстати была не сахар являлся тем что у нас сейчас принято назвать пропагандоном меня так некоторые увеличают периодически ну и немножечко русофобом что естественно никак не влияет на степень его таланта не марк твен не виктор гюго никогда не любили россию и даже принимали участие в пропаганде против российской империи о чем я расскажу потом отдельно но это не делает их произведения менее великими случае с киплингом его восприятие нашего государства и никак не отличалась от восприятия нашего государства другими англичанами которые считали что колонизировать инглию индию оговорочка по фрейду индию находящуюся вообще-то на другом континенте это нормально а вот колонизировать туркистан который граничит со страной и приносит ей массу проблем это очень плохо более того колонизировать индию это высоконравственно морально это святой долг любого жителя британских островов о чем свидетельствует стихотворение все того же ридьярда бремя белого человека она была написана к 70-летию королева виктории сша тогда как раз захватила бывшие японские испанские конечно же ну потому что там все рядом испанские колонии после вот этой американо-испанской войны ну что там было филиппины пуэрто-рико и всякое такое прочее и надо сказать это очень сильно впечатлило киплинга стихотворение начинается словами take up the white man's burden send forth the best you breed go bind your sons to exile to serve your captives need неси это бремя белых посылай своих сыновей фактически в ссылку чтобы они обслуживали твои захватнические интересы дивное стихотворение безусловно чтобы насаждать цивилизацию забегая вперед хочу сказать что киплинг он рос доходяга и ботаником отсюда вся эта сублимация в его героических безусловно рассказах и романах таким же был его 17-летний сын которому не светило попасть в ряды армии во время первой мировой но киплинг неистово агитировавший во время войны с буром естественно за войну еще более кипятившийся во время первой мировой войны настоял на том настоял включил свои связи в общем-то нашел какие-то лазейки чтобы сын его такие был зачистлен в ряды британских войск и сын пошел боевать пошел пошел и не пришел благодаря папочкиным убеждениям go buy into sounds to exile давай-ка отправь своих сыновей в изгнание так вот это якобы миссионерская деятельность находила тогда оправдание во многих статьях и иллюстрациях естественно киплинг не был единственным кто проповедовал такие взгляды чаровательный дядя сэм отправляет своих солдат на светлые завоевания явно далекие судя по тому что они грузятся на корабль а с корабля спускаются просвещенные дамы которые несут чтение описание главное историю цивилизации далее сэпс крышен лист кто хочет быть следующим можете записываться в этот лист и милые папуасы с интересованной улыбкой встречает своих благодетелей водка рекатора вообще без каких-либо сантиментов гордый американский солдат стоит держа родной флаг а внизу ему подчиняются как коренные филиппинцы так американские филиппинцы это намек на тех сенаторов которые были против завивания данных островов ну такая пятая колонна сша пикник дядюшки сэма где в повозке сидят дети малые неразумные ну такие как гавайи и он берет себе еще кубу пуэрто-рико филиппины наконец великолепная картинка цивилизация сражается с варварством подпись гласит хоть и дорог будет процесс но путь к прогрессу должен быть проложен нет безусловно и англия и америка они действительно очень много сделали для своих колоний железные дороги образование медицина бла-бла-бла ну в общем много всего реально но то что параллельно из них качались мощнейшим насосом ресурсы об этом было не принято упоминать также как и о том что это был жесткий контроль в конкурентной борьбе с другими сверхдержавами ведь все что позволено британии сша не позволено другим но вот сравните выше приведенные иллюстрации вот с иллюстрациями которые я приводил вот данные мои книги опера компания япония во время русско-японской войны к сожалению она вся распродана осталось буквально несколько таких дежурных экземпляров которые я берегу японская цивилизация указывает на русского варвара вот он с водкой естественно пытается убить японскую пчелу под неодобрительные взгляды були и сэма вот народы всего мира с негодованием смотрят на этого не до человека которого пригвоздила своим перстом дама с надписью дух цивилизации даже турок с ужасом убегает от русского неандертальца кстати виктор гюго также считал что россия стоит еще ниже на ступеньках цивилизации чем турция но об этом в другой раз так что ты как-то бывает звали на себя нож у белого человека и иди цивилизую этих тупорылых аборигенов но только ты потому что россия на это право не имеет и даже в туркестане или на дальнем востоке она не имеет права строить железные дороги она не имеет права осажать осажать орошать пустыни вообще приучать этих прекрасных местных к гигиене потому что это уже не цивилизация это в данном случае оккупация был еще один фактор безусловно влиявший на мировоззрение киплинга это так называемая большая игра между великобритании россии на ближнем востоке это был постоянный страх англичан что русские придут и заберут жемчужину британской короне и индию справедливости ради надо сказать что да такой прецедент был во времена павла первого но это был порыв одного человека а не какое-то там решение в рамках одобренной концепции ну и надо сказать что в общем-то британия приложила руку к тому чтобы павла первого не стало во всех остальных случаях это была просто такая паранойя ни на какую индию мы не зарились если бы даже зарились но просто силенок не хватило бы и удержать мы порт артур не смогли удержать какая-то в баню индия но в англии эти страшилки постоянно поддерживались именно они нашли отражение в самом известном романе ридерда киплинга ким после публикации данного произведения термин большая игра вошел в обиход то есть это именно киплинг был популяризатором этого термина хотя не он был его автором роман был экранизирован несколько раз и мы начнем с версии 1950 года главный герой кимбал ахара сирота оставшись в индии ну это в общем сын ирландского солдата где сам этот солдат хрен знает и он в общем-то подрабатывает тем что живет как типичный уличный попрошайка и исполняет поручение для такого афганского торговца лошадьми по имени махбуд али а тот связан с британской разведкой и именно от него вообще ким узнает некой вот этой большой игре которая ведется между великобританией и российской империи вот например фраза английского офицера из данного фильма русское влияние опять надвигается как прилив к нашей к нашей центральной азии еще одна афганская война царь хочет послать войска чтобы пересечь вот эту вот границу как они сделали в 1878 году понимая на русско-турецкую войну хотя конкретно эту границу мы тогда не пересекали его агенты и эмиссары проникают в афганистан далее идет речь о том через какой перевал русские проникнут в индию естественно потом оккупировать ее схема понятно остается лишь выяснить где и когда они ударят вот для выяснения этого вопроса vital question и понадобится понадобился ким по дороге ну там начале фильма романа он встречает некого нет мира сего такой святой человек лама тибетский правда в данном фильме он выглядит как некий средневековый французский паломник но неважно фильм 50-го года и вот они вместе путешествуют и вместе они прибиваются к этой так называемые экспедиции двух русских шпионов и эти русские шпионы в доверии которым втерся ким ждут еще одного такого шпиона но уже со стороны индии вижу вижу это наш эмиссар но этот эмиссар поскольку он сам из индии он просекает что мальчик ким не просто так прибился к русским что он сам шпион и пока индус нещадно третирует мальчика с вопросом кто тебя послал русские злые дни бьют зверски святого человека в поддых мальчика индус помещает на скалу и ждет от него признаний но тут на помощь является афганец махпут али и спасает кима а эмиссар отправляется к праотцам или его сбросили какой-то эстонский акцент у этих русичей а вода вообще начинается замес али убивает одного из русских которым уже спешит на помощь целый отряд против лома нет приема впрочем как и против камня который как мы знаем является оружием пролетариата но пока ким и афганец возятся с ним другой русский собирается застать их врасплох однако лама не дремлет и русскому каюк впрочем как и всем другим русским нефиг посягать на чужую индию кстати роль этого рыжебородого махбуда али играет айрол флинн а такая кинозвезда кино секс символ 30-х и 40-х годов он снимался в фильме 1936 года атака легкой кавалерии у меня был обзор на этот фильм а также на другой фильм уже позднее позднее более позднего происхождения там как вы помните шла речь про один из эпизодов крымской войны следующая экранизация была в 1960 году в серии шерли темпл старый бук шерли темпл это одна из известных наверное одна из самых известных детских актрис чья звезда взошла в эпоху великой депрессии здесь также есть русский шпион правда один бейли-бейли как снежинька я рад приветствовать трех великих королей в ответ я привез приветствие от четвертого великого короля царя всех русских он встречает трех индийских эмиссаров ким тем временем следит из-под стола далее речь идет о коварном плане вооружить 200 тысяч человек против британских солдат в индию гражданин в белом жесток ну начинается заварушка и ким спасается наконец экранизация 1984 года ну тут надо конечно сказать что работа гримеров и костюмеров выше всяких похвал вот например как выглядит лама это такой знаете ли вариант для корпоративного нового года ну вот реально реквизит из этой серии а русские вот такие эй силас тебя не увидят несколько месяцев санкт-петербурге низкий миссар встречаются с нашим шпионом а мистер козельский я принес вам приветствие самого царя а также 20 вот таких вот штук везде шпионы козельский надо что-то делать у одного из русских выдержка не к черту когда один из насильщиков оступается он стреляет но слава богу не в него в землю ну это вам не британская выдержка а шпионы представляются студентами геологии из университета в ташкенте о русские джентльмен я хрен знает какой там мог быть университет в ташкенте в то время где еще на тот момент даже великий князь николай константинович про воровавшийся не поселился который привел этот край хоть в какой-то божеский вид у меня была об этом отдельная лекция на есть на канале шотландские виски русские не пьют ну правда виски из индии поэтому мы предпочитаем водку вот и разрывается священная карта ламы и ему дается в морду начинается заварушка и тут помимо работы гримеров и костюмеров я бы хотел ответить отметить просто великолепнейшую работу осветителей ну я понимаю что это ночь но все-таки в кино умеет снимать ночь так чтобы было понятно кто кому зачем почему а тут вообще хрен поймешь что куда киплинг первым из английских писателей получивший нобелевскую премию закончил не лучшим образом его обвиняли в расизме в разжигании войны и когда его хранили ну там конечно был кворум определенный но вот коллег из писательского цеха боях не наблюдалось он написал совершенно потрясающее произведение для детей вот моя мама например когда учил меня играть на гитаре пела из ливерпульской гавани всегда по четвергам сюда уходит в плавание к далеким берегам плывут они в бразилию в бразилию и я хочу в бразилию к далеким берегам и тоже хочу в бразилию с тех пор не знаю может когда-нибудь окажусь но это все тоже киплинг вот засела в голове до сих пор помню в то же время он внес свою лепту в антироссийскую и в антирусскую пропаганду понапридумывал того чего не было и в данном случае быть не могло и как тут вот не вспомнить например вот есть у меня книжечка очередных воспоминаний фрейлина вера клин михель и графиня екатерина клин михель начинаются воспоминания веры клин михель с под стенами царь града не называется вот это как раз про ту самую русско-турецкую войну 1877 78 годов которые так потрясающе отличился николай николаевич старший в кавычках конечно же вот тут она пишет про то как значит батальон уступал с царского села на колпино дальше вот как они там уже оказывается на месте военных действий они стоят у стен константинополя и ее отец приходит к главнокомандующим великому князю николаю николаевичу тому самому и тот говорит что вот не можем мы войти в константинополь вот полюбуйся прочитая сейчас получила эту телеграмму от государя телеграмма гласила что в случае вступления русских войск константинополь англия грозил объявить войну россии отец глубоко возмутился рассердя и сказал клади телеграмму свой карман ваше высочество вы этой телеграммы не получили немедленно с богом вступаете с армии в константинополе вернувшись сюда я вам вручу запоздавшую телеграмму великий князь рассмеялся и сказал верни мне немедленно телеграммы я не имею права рисковать новым пролитием крови наши солдаты слушавшись приказания государя а теперь так сказать бим бим бинго долго еще продолжался спор убитый и разочарованный отец вернулся батальон и предупредил что вступление в царьград временно отложено он объяснил офицерам причину все единогласно повторили что проклятая англичанка как всегда нагадила я хочу отметить что это слова не какого-нибудь там любимого нами всеми стариковым а вот это пишет вера клин мичи ну то есть в общем то не подкопаешься на самом деле поэтому вот это все как бы когда ты смотришь сериал маг мафия которыми я посвящу один из следующих выпусков ну все по-другому абсолютно все по-другому другой контекст но смысл вот не меняется с тех пор к сожалению если когда-нибудь на старости лет я наконец осуществлю свою данную идею написать книгу россия проигранный пиар то обязательно конечно надо будет упомянуть и про замечательного писателя киплинга ну вот про замечательного поэта оскара уайлда с его произведением вера и нигилист у меня уже был отдельный выпуск вот сегодня и про киплинга рассказали а я хочу сделать ряд объявлений которые возможно вас заинтересует ну во-первых то о чем я говорил уже в конце видео экскурсии по парижу я сейчас набираю группу на август на август есть у меня описание со всеми примерными ценами программа бла-бла-бла поедем во второй половине августа точные даты вот сейчас будем решать затем возможно поедем сентябре в октябре ноябре декабре в зависимости от того будут набираться группы или нет сейчас пока речь идет про август но если вы в какие-то из этих месяцев хотите попробовать присоединиться то тоже пишите пишите мне на электронный адрес он указан в описании под видео а также можете писать мне вконтакте выходить меня легко в любом поисковике вбивайте павел перец и вуаля вот он я также тире им бинго начинается экскурсионный сезон начинается он 14 апреля в пи нет не петербурге в москве в субботу в москве я начну сначала с классики жанра я проведу экскурсию по остоженке знаю что многие на нее уже ходили но точно также знаю что многие не ходили а даже те кто ходили иногда ходят спустя не знаю год или два потому что практика показывает что многое во первых забывается во вторых я каждый раз что-то там вспоминаю интересненькое и вставляю соответственно это произойдет в субботу в москве в петербурге я решил начать опять таки тоже просто с уже на и классической моей экскурсии в тему собственно того о чем я сейчас рассказываю гоблина она будет называться убить царя обещают тепло приходите значит записываемся обязательно записываемся на стене встречи обязательно оставляем свои номера телефона если вы параноик и думаете как вот англичане которые думали что россия нахватит индию и думаете что вот вы оставите телефон и вам начнут там что-то названивать ваш телефон попадет какие-то базы спокойно ваш телефон есть уже во всех базах поверьте мне от того что вы оставите здесь на стене вконтакте вот ровным счетом ничего не изменится это я вам как человек проработавший до сих пор работавший работающий в интернет-агентстве много лет могу с полной ответственностью заявить соответственно записывайтесь если есть какие-то там вопросы пожелания и так далее и тому подобное то задавайте пока будем ходить с матюгальником моя волшебная система которая заказал из китая с наушничками все еще и едет и стоимость пока прежняя 500 раз человека крайне демократичное я считаю на этом все оставляйте свои комментарии вот там увидимся в следующем выпуске пока